С 20 пунктов у нас собирается информация, в диспетчерском пункте стекается суда. Второе, это от местного населения. То есть у нас работает и телефон диспетчерской службы, и телефон горячей линии лесной охраны 8800. От местного населения, от лесничеств, от гражданских воздушных судов, которые обнаруживают пожары на территории края и придают координаты суда. То есть от всех лиц, которые таким или иным способом обнаружили пожар, информация поступает. А мы затем уже, после поступления информации, производим проверку, лесной это пожар, либо нет. То есть по весне, в мае и апреле месяце, сами понимаете, много сельхозпалов, много нелесных пожаров. То есть нам поступает сообщение о лесном пожаре, направляется туда группа пожарно-химической станции, соответствующая, либо отделение сотрудники, которые проверяют и сообщают, да, это лесной пожар. Если не подтверждается, что это сельхозпал, либо нелесной фон, либо асфалт какая-то, информация фиксируется, передается в МЧС, в ОДС СУКС, и в ЕСДН Рослесхоз помечается, если эта термоточка обнаружена со спутника. Все термоточки обязательно проверяются с борта. Уточняется площадь, вот, если на борту имеется группа парашютистов-десантников, тушение начинается непосредственно, то есть десантники десантируются, парашютисты, прошу прощения, и уже начинают первую работу подготовительную и непосредственно по тушению пожара. И затем уже к ним вертолетам НИ-8 доставляют десантников пожарных. На сегодняшний день на тушение лесных пожаров задействовано более 750 человек, проведено внутрибазовое маневрирование, это все силы с южных и центральных группах района были передислоцированы в ангарскую группу районов, где наиболее сложная обстановка с лесными пожарами. Все лесные пожары, возникшие на территории Багучанского, Кежемского района, по своему происхождению возникли от прохождения сухих гроз, так называемых, то есть это грозовые фронты, и было зафиксировано колоссальное количество разрядов, начиная с 24 июня по 25, и в течение нескольких дней эти пожары как раз у нас появились. Проводится ежедневный мониторинг пожарной обстановки, выполняем трехкратное патрулирование, Енисейск, Багучан, Кодинск. Соответственно, дополнительно привлекли еще порядка пяти воздушных судов вертолетов Ми-8 именно для передислокации сил и средств в ангарской группе районов. На сегодняшний день у нас планируется под ликвидацию шесть пожаров на площади 580 гектар и под локализацию пять пожаров на площади 470 гектар. Дополнительно к этому, на основании решения оперативных штабов лесничества в этих районах и решения комиссии КЧС районов, привлекаются силы ориентаторов, привлеченные лица, для именно стабилизации обстановки. Тушить, конечно, крайне тяжело. Во-первых, это крайне удаленные территории, где нет населенных пунктов. Это так называемая авиазона, куда доставка может осуществиться только по воздуху. Первое. Второе. Отсутствие площадок. То есть люди спускаются на спусковых устройствах с вертолета, организовывают незамедлительную работу по тушению. И тушение крайне сложно еще обуславливаться тем, что у нас, по сути, в ангарской группе районов за сушливый период уже практически месяц, не было таких серьезных осадков. В крае огромные территории, настолько недоступные, что мы там не сможем все равно спасателями прийти. Поэтому вот здесь мы действительно стараемся эту ситуацию несколько оптимизировать, повысить эффективность. При этом средств в бюджет будет тратить больше. Еще одним направлением роста эффективности и устранения лесных пожаров является более качественная работа арендаторов. Большая часть лесных участков она в аренде, и арендатор обязан заниматься предупреждением и ликвидацией лесных пожаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова